рома едет на про турнир китае побеждать интересно что выйдет очень много отличия от того что делали мы скомпенсировал я где-то два с половиной три килограмма они решили не ехать это пару лет сказал говорим что у нас вышла новая одежда снимаем футболки мышцы показываем просто пиздец какие большие у меня такой условно специфический жим да если вы хотите себе bmw смотрите ролик дальше как будто не травмировал ну типа да отгадайте какая травмирована я не знаю как я накачался ромку хлебом не корни с выставки за 300 рублей байку привези откуда-нибудь сейчас вы знаете генетика были просто провалы по наличию но просто нету сырья нету и все и хоть ты тресни рома футболку не снимает он просто боится все 7 футболку не станет так стыдно вот такая вот история поэтому 7 сентября город санкт-петербург обязательно приезжать всем привет угадайте кто сегодня на канале генетик максимально неожиданно двое злорца всем привет роман халюлин руслан халецкий генетик club nutrition вот все привет друзья мои рома уезжает совсем скоро китай таро что второго числа до возможно вот этот ролик до 2 числа поэтому ссылка на рому внизу на канал рома внизу рома едет на про турнир китае побеждать ты знаешь соперников вообще никого я пытаюсь найти на самом деле листаю инстаграм но так вообще нельзя еще даже не анонсирует кто-нибудь кроме тебя знает там кто турнир китая но я вряд ли кто-то потому что из тех на кого я подписан за кем слежу они ванкувер про и так далее ну то есть те турниры все готовятся на китае вообще мало то есть и подписан на серьезно интересно да ну я на самом деле на китайских спортсменов ну никого не знаю я ни на кого не подписан я все-таки болеем за ромку никто не едет вот но из таких заморских так скажем звезд точно никого нету в основном это вот спортсмены из китая в чем у них скажем так преимущество они все на гашка на гавку они небольшого расточку у них у всех огромные хорошие развитые ноги у некоторых ребята такая диспропорция идет вверх и снизу потому что мы в детстве преобладают да вот огромный плюс у них то что они безумно хорошо позируют на сцене практически все у них очень красивые производительные достаточно качественные но все равно вот сколько я именно классик физик ребят именно азиатов смотрел они все кругленькие такие вот ладные но какие-то вот они все равно такие софт выходят они не теченые вот они вот они глубокие почему да они ягодицы когда напрягают у них очень глубокая сечка даже на ногах вот а сам вот вверх такое то ощущение как будто они такие но немножечко подлесенькие но это вот такая как будто их вот особенность потому что я еще не видел нет прям резного 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 азиатского спортсмена но за исключением фиде тадо и магиши до который ну на олимпии выступал и был в топе солдат но это единственный спортсмен азиат который был в топе олимпии с весом там до 100 килограмм для подхода что до крайне так громче подход кто не помнит друзья мои не так уже не доступны слова не так давно она не всем верная но еще не недавно роман травмировал ногу вот он шрам ты делай ты давай делай там без тебя разберемся отрыв квадрицепса был восстановился вы сможете видеть на сцене форму которую смог он вернуть улучшить восстановить все уже покажет сцена у ромы сейчас уже вес готовый сценический в этой подготовке ему огромную так скажем помощь влияние свой опыт призывал вова яковлев я действительно больше оказывал поддерживающую функцию ну и так краем глаза смотрел честно скажу смотрел читал и думал если будет совсем по моему мнению что-то как по пиздецки там просигнализирую но интересно что выйдет очень много отличий от того что делали мы уезжали мы гораздо больше в принципе уже проваливался до сценического совершенно другой подход к применению фармакологии вы все увидите у громкий стерплатный канал там этом со всем можно будет ознакомиться за деньги да за деньги да вот ты заделал пойду я делать а у тебя хочу спросить россияне про втором стал что он снимает виллу с двумя пошутить гадость конечно ладно не стал в общем еще россияне едут есть едут ребята в твою категорию твои соперники знаешь ты кого-то волки давай до наших что там там из профессионалов никого больше насколько я знаю не едет без ближайших турниров август месяц я знаю готовится к жакаре андрей вот михаил тимошин сейчас на стадии получения американской визу он готовится на олимпию до олимпии 16 недель остается а из с ними подходе вот потом ну в общем из профессионалов категории которые там будут присутствовать это мэнс физик категория 212 категория classic физик из российских про никого не ведут вот я еду туда категорию classic физик потом у владимира яковлева едет еще один спортсмен выступать категория classic физик но полюбителям у нас девочка или нас или джима тоже есть категории вэлланса полюбителям там же проводится 6 5 6 числа любительская олимпия в китае вот с про картами кстати говоря и 7 числа уже про турнир будет поэтому любительскую олимпию я знаю сейчас зевякин иван по моему с команд живой сталь вот он сейчас поехал в казахстан на турнир из казахстана тоже полезли туда ну то есть любители там несколько человек набирается едут от ванчик железный да есть как ее зовут вискалова вискалова до фамилию не помню вискалова не вот она еще собирается в китай не все а из профессионалов никто из писал на ближайший сезон на ближайший старт и вот готовится тимошин на олимпию дай бог у него связи все получится андрей к жакарь готовится на август на какой-то турнир и тоже на олимпию ну будем надеяться до что он получит квалификацию будем искренне болеть за него ну и романов готовится тоже ну туда ближе к сентября на турнир ребят вам вопрос нет ни год не едет они решили не ехать опять на пару лет подвал ну типа хотят выставить такую форму чтобы не просто статистами ехать постоять а типа поднабрать если так часто готовить супер форму и поднабрать пытаться то можно попасть на окраине турнира по на пенсию выходить ну мой мой взгляд что можно почаще выступание я уж не знаю ну вот причина вот глубоких да почему они решили не ехать но он сказал что мы решили типа не быть статистами хотя он планировал на это турнир это был турнир как один из основных вот но решили вот он про карту получил сейчас они ушли в набор кушает он 1250 углеводов сейчас и не чувствует себя хорошо после последнего турнира оксана гришина классика на которого он взял про карту он скомпенсировал 3-4 килограмма всего вот поэтому сейчас где-то у него последний раз мы виделись недели полторы назад он был такой сухой поджар и 123 килограмма не танила в потрясающей форме именно поэтому хочет увидеть его на сцене и вот почаще побольше и вопросик возникает в утренний где вся молодая шпана что сотрет нас с лица земли как поется в одноименной песне ну реально почему давай до штангу поджимаешь для этого пусть на тут же долго делал много сейчас стараюсь очень хороший акцент создать на негативную фазу движения более или менее стараюсь удержать силовые показатели в некоторых движениях работаю до 6 повторений самочувствие в целом отличное начинаем потихонечку подводку какие-то там такие легкие манипуляции вот и стараемся держать вес у меня уже проваливался вес до девяносто девяти и восьми килограммов а мой лимит составляет девяносто девять килограммов новый лимит подняли на килограмм килограмм до 98 по 99 по этим он разберет он хочет качаться поэтому было у меня сейчас пару дней назад два дня решить грузили мы 800 углеводов по 800 скомпенсировал я где-то два с половиной три килограмма не сильно но короче заметил одну такую вот вещь по поводу рефидов что после рефида у меня самочувствие хуже хотя должно быть наоборот лучше то есть следующий день у меня как правило тренировочный после рефида чувствую я себя даже максимально уставшим ослаблены и фиде ферменты не ферменты ферменты я с утра одну таблетку меда кидая и арифи то он очень чистый у меня в основе я в плане того что на большой объем еды хватает и ферментов чтобы их переварить ведь ты подкидывал и к объему еды привыкаешь как ферментов нужно вырабатывать тут очень много разом почему будет там хуже возможно частично просто не хватает эту нос поэтому может нужно больше этот момент мы же адаптируемся в адаптируйте мы адаптируйте к раздельному питанию ребят вы начать питаться отдельно углеводы белки реально у вас улучшится пищеварение все эти нутриенты будут лучше усваиваться но потом попав на смешанное питание или вернувшись первое время вы будете как бы реально плохо переваривать будете входить туалет не сильно стабильно потому что организм уже не готов он перестраивать инвентативную систему также под маленький объем еды под маленький вес у нас меняется объем крови рабочей нагрузка на сердце другая начинаем набирать сердце такое ё-моё качать надо больше поэтому у меня рефит он количество приемов не сокращалось то есть я ел также 6-7 раз ну допустим в каждый прием до этого у меня было всего три приема углеводов по 75 граммов крупы а это стало у меня 6 приемов по 125 грамм награду то есть она на каждом она в целом прям очень хорошо для жкт но на следующий день самочувствие после рефита ну прям у меня такое а уже потом дня три-четыре когда держишь опять низкое количество углеводов ну мы сначала не опускались ниже двухсот восьмидесяти вот 208 сажали сейчас вот у меня со вчерашнего дня было 150 углеводов и сегодня самочувствие хорошо я себя прям очень хорошо чувствую а вот после рефита казалось бы да ты подгрузился углеводами должно быть и сил больше себя чувствую а у меня как вот от обратного я здесь у меня такое самочувствие сейчас минутка рекламы а ты снимай постоянно как делать сюда идем вот сюда идем вот сюда доходим говорим что у нас вышла новая одежда снимаем футболки мышцы показываем просто пиздец какие большие попозже да мы их с тошопа накачаем да мне жарко футболки просто нежненький мы так идем с тобой мы идем ребят смотрите мы пришли это я нам комментирую что мы делаем одежда генетик новая обычно пишите в роликах где одежда ё-моё мы дожили разместили на сайте генетиклаб.ру по нашим промокодам там есть скидка на все от одежды до питания поэтому что немаловажно и вот и смотрите мы накачались ё-моё кажется я застрял есть беленькие синенькие вот все мы молодцы одежда на сайте генетиклаб.ру вот правда все очень здорово удобно быстро сохнет не воняет блин ткань потрясающе для тренировок прям вот огонь слушай мне еще вот конечно на море я обычно беру один такой костюм я в нем хожу все время вот от приезда до отъезда и занимаюсь на завтрак и на обед и до моря блин ну ткань просто уникальная в своем вот плане она такая супер унитарная единственное наверное там спортивный стиль очень круто что еще в понедельник уходит в печать лимитированная серия рома холиулина она будет твоя еще и моя тоже фотографию выбрали выбрали фотографию и мигал а ребята выбирали фотографию в телеге я то что у рома тора в телеге это мы так и второй раз напомнишь нас из телеги это не наши машины это наши телеграмма вот у ребят а про машины тоже еще будет новость в этом ролике придется смотреть дальше за монаху скажем да если вы хотите себе бмв смотрите ролик дальше область 14 года и у вас будет у вас будет в общем очень есть шанс выиграть машину прям бы не прям серьезно прям это без этих этих шуток мы дождетесь и все увидите а мы там делаем мы разыграем автомобиль все кто подписан на ромку видели он разыграл свой прошлый автомобиль это все интересно зашло и мы сделали вывод что мы это дело продолжим могут машинки сидела поэтому прям вот будет розыгрыш автомобиля формате лотереи дополнительными призами подарками естественность купитель будет вдруг конец в любом случае машины придется кому-то приезжать от кубы откуда бы ты ни был сачки раздавил то не был лично так в руки и получишь всем можно будет прийти посмотреть потыкать пальцем все будет максимально честно и открыто любом случае по нашему плану мы должны быть маленьком плюсики вы должны быть в огромном плюсике потому что по моему вот я вчера ехал и в голове родилась мысль бля а вот если бы я мог выиграть какой-то момент машину до машину которая в диапазоне там цены типа миллион семьсот-два миллиона большие деньги там с огромным шансом на выигрыш такой этим и был бы меньше мне вот так чувак ты выиграл на ключи я баху ел ты баху ел да конечно блин я на самом деле когда гель свой разыграл выиграл мальчишка он приехал до приехал сюда сам забрал он с подмосковье вот и просто чувак залетел прям вот в последний там оставалось 50 билетов ему позвонил там общий знакомый говорит ну чё там розыгрыша участвовать не участвует он выдает типу бля в прошлом участвовал в этом не буду он будет да закинь там тип 50 билетов осталось и он все он залетает условно в последний вагон он взял один билетик за 5000 рублей и выиграл гельбе просто он в таком шоке был вообще приехала в счастливый такой ну это блин да любую машину миллион там два миллиона неважно за сколько просто ты за за 5000 рублей просто ты закидываешь 5000 рублей на шару это конечно безусловно это лотерея никто никаких гарантий не дает и так далее но все равно это такое знаете шанс есть и вот все кто выигрывал там ребята они уже устраивали 12 или 13 розыгрыша автомобиля все в основном покупали по одному по два билетика его и это чисто вот прям везение почему ну мне написали ой там лохотрон и так далее ребят я на каждом этом розыгрыше присутствовал плюс я эти розыгрыши вел вас есть лототрон туда приглашаются гости все кто участвует все кто там санкт-петербурга вы можете приехать лично поучаствовать в этом розыгрыше туда сваливаются все номерочки они сначала разложены лежат вы смотрите находите свой номерочек закидываются лототрон крутится лототрон и каждый кто хочет и сжал из зала подходит и вытаскивает номерочек там но не один приз машина была несколько призов все вытаскивает номерок и все как это можно подстроить я не знаю на самом деле именно для тех кто присутствует оффлайн на мероприятии они все это видят что все максимально прозрачно что они сами те кто приходит на этот розыгрыш они достают эти номерочки то есть нету цели обмануть аудиторию есть цель ну откровенно говоря до заработать на этом розыгрыше и предоставить шанс и возможность ребятам выиграть автомобиль там условно за какие-нибудь три там четыре тысячи рублей вот и все конечно на этом розыгрыше ну зарабатываются деньги ну это глупо было бы отрицать но тем не менее розыгрыш будет максимально честный чистый и те кто в санкт-петербурге это будет оффлайн мероприятия смогут приехать просто пожалуйста наблюдать это все воочию ваффлайн мероприятия такой условно специфический жим да кто обратил внимание вот я кладу штангу на грудь продавливаю и потом максимально сокращаю грудные и выжимаю грудью это не лифтерский жим это такая вариация именно билдерского жима вот достаточно тяжелая не в плане техники выполнения в плане работы с рабочим весом то есть если вы прогибаете сделаете мост упоры то можно пожать больше но когда цель проработать грудные я стараюсь именно полностью все в грудь отработать поэтому я в целом силовыми показателями достаточно скромными обладаю когда в такой технике жму для проработки грудных ну причем меньше правда смотри только аккуратнее пожалуйста привет вот если обратить внимание это две такие условно разные техники жима лежа вот как руслан жал да у него концентрировано тоже на грудь и так далее но я немножечко жму в другой тем мне иначе больно вот нет я не к тому я к тому что их очень много скажем так техник которые преследуют свою цель это лифтерская техника до когда вы локсе максимально к себе прижимаете и работаете и широчайшими передние дельтовидные грудными билдерская техника вот допустим как русла все равно есть прогиб есть упоры и концентрировано все равно на грудь работаете разводя локоточки и есть вот допустим такая условно алмазовская техника дата любил жать жалая цели супов именно класть на грудь прожимать ее и уже потихонечку выдавливать а мышцы вообще ребят не знают что вы делаете они сокращаются растягиваются под нагрузкой и если вы чувствуете если вам не больно то это наиболее подходящая для вас техника у меня вообще раз на раз не приходится тот сам болит то там болит как-то я вот подстраиваюсь в процессе движения причем забавно еще на разных тренировках по-разному происходит но неделя неделя остается у нас до старта право недельки до выхода конкретно до выхода да то есть воскресенье выход но 8 дней условно получается сейчас я такой максимально условно пустенький но как будто не травмировал ну типа да отгадайте какая травмированная она была дайте это встань скажешь вот смотрите вот была левая нога у травмирована тут можно заметить поверят это как с моей оторванной грудью кто-кто помню к из них оторван это было но у тебя легко сориентироваться потому что зататуировано не каждого где татуировка тому было и робко было да я понимаю да ты же сейчас не объяснишь что татуировка была сделана до отрыва я заранее знал вообще ты вот у тебя же тоже несколько соцсетей которые ты ведешь ну допустим вот три основные это youtube на грамм запрещенную российской федерации и telegram ты не замечал вот по комментариям у тебя дело словно такая самая токсичная но youtube и больше всего комитета вот я тоже так вот что там капец вообще просто на youtube и почему-то больше берется не знаю а значит я знаю почему youtube вся история не не давай думай я не знаю youtube это такая широкая площадка которая в целом есть люди которые не подписаны не слезят за тобой а чисто вот youtube наиболее обезличенный а ну типа да а писать гадости большинство людей способны только но не с фейком там никого-то там название почты электронной youtube он такой максимально обезличие там не видно общих друзей нету фотографий то есть ну естественно с нету не нету времени нежелания никакого не будет знаешь за каждым хейтером гоняться но заметь как напишут гадость в инстаграме и она необоснованная по придут адекватные ребята не твои фанаты кто-то адекватные люди придут и хейтеру таких вот хуёв на суют что он такое удовольствие испытывал только своим отцом который в детстве его ебал на самом деле люди напишут конвертные гадости на ютубе нехали проблемы с чистой у них проблема с тихой они смотрят того кто им не нравится тратят свое время и потом по этому поводу пишут ну для вы больные люди вы конкретно про мне еще кажется просто допустим телега это максимально лояльная соцсеть потому что туда приходит и подписывается на ваши каналы только люди которым вы интересны то есть левых там нету по зевых нету а комментируют тем более люди которые только вас поддерживают которые за вас более тогда поэтому как как мне кажется максимально лояльная аудитория у каждого спортсмена это именно игра они так поддерживают они даже если высказывают не согласие что она аргументированная она умная она адекватно но понятно и вот поэтому блин а вот именно обезличенность обезличенность и вседозволенность она вот провоцирует такие непонятные бывают они даже не неприятные они непонятны то есть они не обоснованы человечеству комментарий ну в целом да да просто просто налить говна такой думать в чем дело что вот что у тебя в голове т.п. что ничего большинстве случаев прям круто хотя опять же сюда проскакивает как как в теле не просто адекватно типа вот тут вот вы зря вот тут вот так вот мне кажется я душ бы прав и грубо говоря же это себе и не хочешь с этим человеком конфликтовать такой ну да я хочу были точно точно да то есть я на самом деле начал чаще прямо какой-то моментом жизни до возраста пристегиваться в автомобиле тут мне прямо написали русский ну типа ты аж смотрят пристегни ремень блин и правда то есть я пристегнутый езжу и не только на камеру просто езжу пристегнутый техники да кстати вот мы тромочная для меня внизу нагрузка пропадает визуально даже было было но рома же дело значит рома чувствует хотя по сути основополагающие принципы дебилдинга поставлен нагрузки здесь как бы ну да да отсутствует прикольно прикольно было бы также глубоко прожиматься с сохранением нагрузки но этому там со штангой не расслабляет не получится почему потому что туловище мешает это можно сделать гантелями с большей вероятностью камера в камера с большей вероятностью ну рома ты хотел камеры работать нужно штангу взяли больше вам это разнообразие карту вам было что пописать по полу то что мы да да нагрузка пропадает и вообще ему надо пойти записаться в качал записаться в колледже бодибилдинг какой-нибудь бэн ауэйдер где вот его уже то есть ты чё родной темоля есть еще кстати ну наверняка кто-то из вас и зрители смотрит подписанный telegram канал вот ну кто не подписан там ссылочка в описании пожалуйста подпишитесь я там ежедневно скидываю свои отчеты и отчеты я скидываю с утра натощак как правило это либо после кардио либо до кардио то есть форма максимально такая пустая слитая для чего это делается с утра когда вы просыпаетесь это условно максимально ваша чистая форма не загруженная не водой ничем вообще абсолютно и то есть вот то у кого-то хуже с утра у кого-то лучше меня например я с утра очень пустой очень плоский и кажусь очень-очень маленький и так в целом объемами не отличаюсь да но вот еще прям именно утренняя форма особенно когда я после кардио часового делаю вот она максимально такая плоская слитая вот но это сделано специально специально почему чтобы у владимира да он проверяет отчеты чтобы у него не было иллюзии вот допустим некоторые отчеты скидывают после пампинга после тренировки да конечно вы объемные вы налитые кровью и так далее но это создает визуальный обман то есть человек не может адекватно оценить те кондиции которые находятся ваш организм прямо сейчас поэтому самая адекватная оценка это самый плохой форма который у вас есть она у вас с утра это самая пустая опустошенная форма и она самая условно объективная и уже исходя из этой формы делаются какие-то манипуляции сейчас объясню почему если вы вот в самой своей худшей форме которая у вас за день да именно с утра когда вы просыпаетесь выглядите потрясающе то поверьте мне после пары приемов пищи после потребления жидкости и когда организм немножко наполнится вашу форму будет выглядеть еще лучше поэтому исходя из этого форму я скидываю и отчеты скидываю в своей самой условно плохой формы сзади то есть в течение дня она меняется я становлюсь чуть более наполненный глубокий пожестче но вот с утра я такой максимально плоский немножечко софт и исходя из этой формы владимир дает свои рекомендации на день план и работы что-то он бром понавешивал пока я по телефону разговаривал я же не заработка я накачался если честно я не знаю как я накачался потому что телефон постоянно бренчит я вот вначале рассказывал роме я вот сейчас нормально себя ощущаю на тренировке после первого часа я прям включаюсь прогреваюсь еще лучше чувствую мышцы а у меня обычно всего час вместе с переодеванием просто не хватает времени полноценно тренироваться с большим удовольствием с тем чтобы прогрессировать да форма опять меняется в лучшую сторону вот там один бренд восстановил свои поставки по ходу то что я вместо него временно использовал было похуже тоже наверняка влияет в любом случае добавил углеводиков питания таких достаточно легко приготовляемых что просто стало больше калорий вроде бы увеличиваю и сохну все по форме неплохо но хочется заниматься больше больше по времени тренируюсь каждый день выделяю время почти каждый день 5-6 раз в неделю всего час времени это не хватает и даже сейчас начал что было больше нагрузка время на разогрев я стенирую грудь и знаю что зал ехать из дома недалеко есть утренняя тренировка я отжимаюсь прямо до отказа дома и приезжаю условно какая-то кровь уже пошла к мышцам могу возле машины когда сумку беру тоже что-нибудь там сделать даже на месте приседать то что какой-то кровоток устроить в мышечных тканях мышечных группах что как-то увеличить объем рабочих с просто не хватает времени а желание есть дороги что-нибудь видите двигается поднимается ой кстати наверно уже не в этом ролике следующем мы сейчас поедем мы сейчас поедем на производство одежды и покажем вам ромкина не покажем еще вещи ну выходит с отпуска персонал для печати в понедельника то что к его возвращению все будет готово я сам одену сфоткаю тебя если побрею все равно перепутаете кто из нас то одно лицо вот ладно но вы увидите еще получились прям шикарного вида худи на молнии прям потрясные и штаны мы добили доделали лекала по размеру не уверен мы там стромая поэтому это плюс-минус одного веса но поэтому сухущий готовый в общем померить если ему подойдет я ему прям первый тестовый костюм отдам светленький беленький чтобы он мог спокойно в нем лететь ехать улыбается вот кто любит шмотки у нас это ромка блять ромку хлебом не корми с выставки за 300 рублей байку привези откуда-нибудь круто я этот прям фанат он любит шмотки спортивные да они лимитированные выставочные ну это здорово короче костюмы спортивные будут майки есть футболки есть шорты есть штаны есть в общем дожали всю эту историю все на сайте не натекла будет вот эти костюмы уже есть история так скажем с длинной одежды есть белый костюм вообще получился бомба если честно мне очень понравился я прям вот а такой да такой белый все штаны все дела там карманы молния в капюфон бля вообще очень кайфово сидит кайфово силикала сделали именно под такое мукскулистое телосложение а это конечно очень ништяк тянется поэтому тут можно будет поймать по размеру себе хочется посвободнее либо да что вы прям так в облипу как спорт спорт сидела проймы сделаны хорошие правильные даже на мелком размере то есть вашего то вся широчайшая обхват плеча сделан так чтобы не резала подмышку чтобы всем об этом подумали подумали на тестовом варианте еще улучшим серийному вот поэтому были принты короче клёво получилось вы знаете что давно я сам это хочу но вот некоторые проекты долги реализуются вы же поймите когда я что-то говорю что я хочу или мы сделаем я это один сделать не могу без целая команда есть другие проекты есть человеческий фактор вещей бывает то что в моей голове это очень быстро и вот так по факту это ну есть технические моменты потом человеческий фактор который на них помножен потом начинается коронавирус или война и в общем все получается чуть дольше но в итоге мы то что говорим мы делаем в этом примеру сейчас вы знаете у генетика были просто сумасшедшие провалы по наличию но просто нету сырья вот нету и все и хоть ты тресни мне очень приятно что вы пишете сообщаете и это нужно и это повод лишний раз скриншот отправить в отдел закупок скажем то они подводят подводят ребят которые нам доверяют и ждут от нас продукцию я хотел сказать что скоро появится альтернатива вдруг когда генетика не будет но это не появится волю нахуй альтернативы не будет потому что если не будет сырья у генетики кто не будет альтернативы но давайте всем отвечу на вопрос да рома запускает свой бренд да у ромы отличные составы да часть какой-то продукции будем делать на наших мощностях мы что-то мы роме не смогли посчитать ему там другие предприятия будут это делать почему вы спросите я вам отвечу когда какой-то человек принимает решение что-либо делать он это сделает и либо ты с этого тоже что-то имеешь и работаешь до партнерстве либо ты как бы ничего не имеешь и смысл у каждого есть свобода воли при этом ромач полностью остается амбассадором генетика потому что у него история он пошел по пути для спортсменов для тренеров его продукция не будет распространяться в сетях типа wildberries то есть любой тренер сможет как-то на этом получить его дополнительный бонус другая история совершенно мы а генетика это не масс-маркет это уже гигант это российский оптимум то есть это один из самых продаваемых брендов спортивного питания стране качество документы куча сотрудников тут другая история склад один кладовщик и бабки на карточку другая история да прикольные составы пометит часть составов которые будут рома они не конкуренты генетику что мы это выпускать не имеем права ну по бумагам нету такого я не могу это делать очень не переживать ну он дожмет долю рынка у других так мне вообще похер на других пусть ромка на этом зарабатывает гораздо приятнее и вам и мне должно быть от этого ромка хотя бы не гандо он отличает многих отличный бонус просто потрясающий блин рома мы все почти согласовали на 7 сентября турнир по бодибилдингу ребята я лично даю призовой фонд по равный призовому фонду чемпионата северо-запада россии по бодибилдингу то есть то что призовой фонд давали давали на питере прошлый сезон ровно этот призовой фонд я выдаю один но не на все категории а получается на 5 основных в общем шорты бодибилдинг пластик физик бикини и платья с категории под какой-то федерации да да все равно будем делать скорее всего цель биби потому что давай так мне важна массовость спорта это наибольшее количество вы значит меня нету привязки федерации мне пофигу но надо делать с кем-то нужны судьи нужно нужно я хочу больше что ребят догонять у меня все хорошо запустится и все пойдет я с удовольствием добавлю какую-нибудь пяти хаточку в тот же призовый фонд вот поэтому да давайте ребята в короче поговорю потом сделаю или сделаю там сделаю или буду говорить и делать пока могу дышать в общем есть у вас есть бизнес турнир будет очень крупный это мультиспортивный фестиваль 7 сентября основная часть вечерний турнир по ммм а турнир международный проходите будет в сибур арене сибур арена это вторая спортивная площадка города санкт-петербург по размерам после ледового дворца коротко говоря она гигантская свое участие уже подтвердил кирилл сарычев он будет проводить пауэрлифинг в прф если правильно почитал правильно в общем кирилл будет подтвердился будет мма турнир сейчас мы также ведем переговоры так я являюсь спонсором поддерживаю федерацию самый сильный человек россии это наши стронги я врусдок забился мы их тоже приглашаем к выступлению так как они сотрудничают федерации бодибилдинга россии федерации бодибилдинга россии про переговоры тоже проведены они не против проведения нами турнира соответственно им нужно добавить его в календарь согласовать вот эту бумагу специальную да то есть мы должны обеспечить призовой фонд согласовать судей чем мы готовы время у нас есть почему категории мало спросите конечно это не от степени важности или популярности хотя тоже имеет значение мы ограничены по времени у нас спортивное сооружение у нас главный турнир по мма вечерняя часть и вот до начала вечерней части у нас в нашем распоряжении большая крутая сцена свет возможность ребятам выступить пророжаться в начале сезона приезжайте в питер 7 сентября будет потрясающая погода будет куча активностей будет дрифт-шоу будет автомото пробег на открытие будет куча звезд будут крутые бои будут хорошие призовые бодибилдинг уже ему быть на 90 процентов нами все это решено если нигде не появится подводных камней можно начать готовиться миллион один миллион триста тысяч рублей призовой фонд данный момент мы уже анонсируем возможно будет увеличиваться далее если у вас есть любой бизнес которому нужна реклама выставочной площади будут реклама будет реклама в любом формате от мма до всего турнира будет также если вы просто любите смотреть любите и просто поддержать спорт на бои вип-столы прямо возле ринга три кольца столов от 1 миллиона до 300 тысяч рублей за вип-стол это 5-6 посадочных мест с возможностью интеграции рекламы вашего бизнеса либо просто сидеть кайфовать и смотреть в окружении звезд администрации и очень сильных предпринимателей поэтому можно взять мне прямо в личку мой инстаграм есть внизу в описании мой телеграмме снизу в описании можно зайти в канал и писать комментарий типа рутан хочу по рекламе турнир связаться с вами пишите также планируем провести среди зрителей и простых любителей фитнеса не выступающих спортсменов конкурс на лучший пресс с отдельным бредовым фондом мы это анонсируем также можно будет готовиться сушиться поставить себе цель задачу гораздо приятнее тренироваться когда есть цель это финишная подумайте об этом вы сделать хороший пресс обязательно назначите себе фотосессию после этого будет круто вот для многих ребят это будет стартом возможным карьеры бодибилдинга потому что вы наверно не знаете вы не помните я был первым тренером ашоток громоняна неоднократно чемпиона россии именно самый первый его выход на сцену соревновательный это был турнир кубок северо-запада еще в лдм и питере где он выходил на лучший пресс и потом представляете что все это вылилось выросла ашотик большой тебе привет если вдруг смотришь и тебе его передадут от меня ребята кто подписан поэтому мы будем делать крутое спортивное шоу также при поддержки мы будем поддерживать фонд благотворительная отчизна мы сейчас готовимся мы ищем для наших ребят на фронт гуманитарку уже собирается будет закупаться уазик уазик формат буханка он будет разрисован каждый сможет подойти оставить свое пожелание маркером на кузове автомобиля его передадим мы нашим войскам вместе с гуманитаркой то регулярно отправляем уже в рамках фонда много активностей за спорт на развитие для деток мой вот друг сергей козлов это руководитель нв пей уже второй год с моей поддержкой а теперь уже с моим полноценным участием организует эти крупнейшие спортивные мероприятия в городе санкт-петербург проводятся дети спортивных школ со всей страны приводится наши бюджетные организации ребята из мчс со своей школы полиции привезутся детки из донбасса спортивных школ чтобы смотреть соревнования повидаться сильными спортсменами в общем блин это большая социальная выполняемая нами программа начиная от патриотического воспитания заканчивая развитием спорта который все-таки очень важно для общества в целом кто хочет поддержать вся информация будет постоянно социальных сетях присоединяйтесь просто если вы не приедете хотите как-то вложиться в эту всю историю просто потом переведете в фонд какую-то копейку чем там будет даже расписано будут отдельные направления начиная от поддержки защитников нашей родины заканчивая просто поддержкой экологии поддержки детей будут отдельные направления где все будет засчитываться не мы будем решать куда направить а вы самостоятельно вот такая вот история поэтому 7 сентября город санкт-петербург обязательно приезжайте будучи чудесная погода будет значит восхитительная реально и мероприятие будет очень крутое мы вас будем всех ждать ромка вообще не устал и решил поджиматься на брусьях даже ради интереса насколько я устал на самом деле не знаю вы вспомните не вспомните я говорил не раз и не два что проверить вообще вашу усталость можно очень легко в конце тренировки спины попробуйте подтягиваться до или поджиматься на брусьях конце тренировки в суперсервис это нормально я бы сначала сведения потом туда и если вам это удается сделать то у вас еще есть силы а если не удается то все вы в принципе максимально интенсивно выполняете работу ну неприятненько сухожилию моему но было просто интересно раз ромка сделал то мне тоже надо нормально могу больше больно чем тяжело что ограничивает ну давайте будем честны после операции на грудь мне было сказано что вообще никогда не буду отжиматься на брусьях даже такие комментарии помню под роликами ничего я в некоторые тренировки даже ставлю как отдельное упражнение сейчас такой уставший тренируюсь каждый день все все получается все можно если быть до конца честным то на следующий сезон я буду готовиться совместно с ромой этот все таки я пропустил виду большого объема работы осенью будет важно пройтись именно по российскому бодибилдингу мероприятия турниры все это дело поддержать провести проспонсировать и уже на следующий сезон через месяцев 8-9 хочу тоже тряхнуть стариной и посоревноваться будет на этот момент уже 35 лет сейчас мне 34 кто не помнит в августе у меня день рождения в начале и вот вернусь я думаю сравнительную сцену по форме я уже свой вес в свою категорию на самом деле готов ну просто еще подлучшить а рома все еще никак футболку не снимает он просто боится если он снимет футболку мне станет так стыдно что я бы пойду пизду и бодибилдинг я домой я просто сам стесняюсь это мы у вова снимаем когда на канал к нему мы же там практически не разговариваем то есть только тренировка и нам пишут постоянно да блять смотреть как эти два качка пахтят там и так далее а тут допустим когда до его типа дачу вас за тренировку для по пизде сюда пришли или тренироваться и думаешь блин ну как вот всем угодить да вроде хочется чтобы и контент был достаточно какой-то такой интересно что нибудь сказать посвятите в другое время то даже в себе в ущерб своей тренировке это все делаешь еще и ловишь какой-то хейт у попиздеть пришли потренироваться вы же ролик смотрите не только про третий тренироваться поэтому блин сколько снимаешь пытаешься одним угодить другие появляются и я так понимаю нужно просто делать то как нравится тебе да и все потому что не угодишь вообще аудитория делится там на три категории и за каждый следуя все равно никого никого не удовлетворишь контентом в полной мере как хотелось бы вот кстати будет у меня следующий ролик на канале это будет большой большой влог я я тот и не выпустил родное я его и не доснял с рефит весь снял но сам блок не доснял в общем влог будет у меня с китая начну я его снимать где-то сегодня пятница с воскресенья когда уже начнутся какие-то манипуляции буду все это показывать и каждый день буду по чуть-чуть по чуть-чуть чего-то снимать чем-то делиться во вторник я уже уезжаю в москву в москву там у нас будет последняя тренировка здесь в россии в среду мы улетаем в китай перелет у нас займет 9 часов с москвы прямым рейсом санье санья санья да вот и ну уже оттуда влог подводка приемы пищи позирования какие-то там разговорчики потом после соответственно соревнования после соревнований мы остаемся там еще на четыре дня 8 9 10 11 да потому что просто элементарно не было билетов назад нету рейсов оттуда на вот эти четыре дня поэтому назад мы возвращаемся взяли билеты на 11 число и соответственно вот будет вот такой вот огромный влог я наверное не буду делить его на части единственное что нужно будет наверное тайм-кода написать потому что он такой большой влог типа и сама и вот будет вот такой огромный огромный фильм с моего влога тренировка груди закончен со всеми разговорами час двадцать вот такая тренировка уменьшается примерно 45 минут слушай в целом самочувствие достаточно хорошая это вот такой условный слабости которая знаешь вот весь день тебя преследует ну по крайней мере сегодня вот да именно с точки зрения распределения сил на всю силовую тренировку конечно каждым упражнением тяжелее все делать но в целом по самочувствию прям очень хорошо себя чувствую поэтому как-то так знаешь как нет я наверно я не переживаю за сами соревнования у меня больше есть я уже сказал вот такой вот небольшой диссонанс с тем что у меня было всегда да тут сейчас другой тренер другой подход вот не могу сказать сейчас пока хуже или лучше форма ее нужно будет посмотреть все таки на сцене поэтому я делаю все сто процентов то что мне говорят относительно всего вообще и надеюсь что все получится ну исходя из так скажем того что вы сейчас увидите по форме вот в целом я думаю все идет достаточно неплохо но сейчас еще она такая сырая форма то есть понятное дело что мы у нас целая неделя загрузки мы планируем то есть вес у меня примерно плюс-минус уже есть готов мы планируем с понедельника плавно плавно начинать подгружаться подгружаться и сливаться то есть вот такие манипуляции будут поэтому я стараюсь раньше времени не паниковать меньше думать выполняю то что делаю ем тренируюсь всю свою активность соблюдаю все свой кабыжу соблюдаем все и стараюсь отключить голову есть человек который этим всем озадачен я исполнитель у меня есть конечно свое какое-то определенное видение которым я тоже безусловно делюсь но я ничего не внедряю лишнего не внедряю лишь лаше 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 тестостерон сколько его ставите надо ли вообще друзья вот собственно она ее можно забрать ее можно выиграть в общем это ребят уже отдано смотреть на ромку голова руку даже не родилась страна частично действия гормона роста она краски определяется тем что и фр вырабатывается в печени братан вечно делаем хорошо давайте сделайте мать и ребят это будет 4 2 у дорого ну что друзья вот такая нарядная пятерочка будет у нас в розыгрыш